Вот эти карты Dialga GX. Можно на первый взгляд показать, что они одинаковые так же, как и у Лунарии, но нет. Это карта нормального типа, а эта драконьевая. Так что не особо они и одинаковые. Хоть обоим им и нужна энергия нормального типа. Также у них разная редкость. Например, у этой золотой карты редкость 146 из 138. А у этой всего 82 из 131. Следующий набор с котом. С котом мне вроде бы часто везло. Так что посмотрим, что будет на этот раз. И, как и с тем набором, начало не особо хорошее. Подъело немножко. Придется вот так обрезать. Но все же оно досталось. Легендарку сразу переворачиваю. И первый это... Голдак. Но название перепудали. Здесь написано Сандайл. Еще один дефектик. Но не особо плохой. Карсола. Это водный покемон, похожий на коралл. Больше бы здесь добавить нельзя. Алола Ратата. Покемон темного типа, похожий на крысу. Его эволюция у нас уже есть. Астафул. Это покемон, похожий на розового пса. Его атака 30 и здоровье 70. Хердиер. Вот, наконец-то, мы и получили вторую эволюцию покемона пса. А за это получить первую, у нас будет полная эволюция. Катерфлай. Эволюция этой карты у нас уже есть. Это феерический тип с атакой 10. Который может парализовать. Зубат. Данная карта у нас уже была. Афамасис. Такой карты у нас не было. Это покемон, похожий на какой-нибудь росток. Который может вытащить из колоды энергию травяного типа. И последняя карта. И это золотая. Это Алола Голем GX. Данная карта имеет 250 здоровья. Поскольку это камень, у него много здоровья. Так что его можно назвать танком. Также его обычно так наносит 200. Но при этом он наносит еще и 50 здоровья по себе. Что не есть хорошо. Своей супер способностью он делает так, что противник не может атаковать. Или что-либо делать со своим покемоном в следующем ходу. Следующий наборчик. С легендарным покемоном Сангалео. Так что я чувствую то, что мне в этом наборе повезет. Но по закону жанра ничего такого не будет. Беру карты. Переворачиваю легендарную. Первое. Кробот. Третья эволюция покемона Азубат. Да, уже две остальные эволюции у нас есть. Так что мы собрали полную. Арангуру. Это покемон Акула. Которая происходит из эволюции Корнервайна. Корнервайна у нас уже есть. Так что эта карта полезная. Доротини. Такая карта у нас уже была. Это третья. Шелдер. Вот наконец-то мы его и получили. Благодаря ему мы можем эволюционировать остальных двух покемонов, которые у нас уже есть. Ашинотик. Это эволюция покемона Гриба, который у нас уже есть. Так что мы собрали еще одну полную эволюцию. Скармарей. Это эксклюзивный покемон, у которого нет эволюции. Ее атака 60. Благодаря... Так же эту атаку она может усилить на 30. И здоровье 110. Так что эта карта может выдержать немало урона. Голбат. Такая карта у нас уже была. Поставлю ее к проботу, потому что это ее вторая эволюция. Алола Дигли. Такая карта у нас уже тоже была. И мы собрали его полную эволюцию. Легендарная карта у нас Алола Голем. Только на этот... Это... Такая карта у нас уже была. Только на этот раз она у нас не радужная. А сделана так, как должна. Сравним их по редкости. По редкости они абсолютно одинаковые. Да, это абсолютно одинаковые карты. Только выглядят по-другому. И следующий набор. С Лунарией. Обычно, когда я открывал эти наборы, мне везло. Посмотрим, что будет в этот раз. Мусор убираем. Карты достаем. Легендарную переворачиваем. И раз. Это Космоэк. Уже есть. Благодаря ей я смогу эволюционировать довольно редкую карту. Псайдак. Такая карта у нас уже тоже есть. Макухита. Тоже есть. Алола Мяут. Тоже есть. А Бруксив. Тоже есть. В тот раз, когда мне выпадало так много повторов, мне выпало довольно неплохо. Легендарная. Может быть, в этот раз будет точно так же. И Фирул. Эволюция Спирул, которая у нас... Этой эволюции у нас не было. Спирул у нас есть, так что мы собрали полную эволюцию. Скофленд. Уже есть такая карта. Это третья. И Торакет. Это стартовая эволюция Литона. И... Легендарная карта. Это Загрейд GX. Довольно редкая карта, которую я в обычных покемонах, в аниме, было довольно сложно собрать. По здоровью у нее 200 здоровья. Своими обычными атаками она может нанести 130-150 здоровья. Атакой в 150 здоровья у нее есть какой-то эффект. Сейчас попытаюсь сказать какой. Если я не ошибаюсь, то это эффект, который дает тебе... Который так же, как и у другой карты, заблокирует атаки противника на один ход. Также своя обычная слабая атака в 50. Она может вытащить из колоды две карты боевой энергии. И следующий наборчик с... Сангалео. Легендарный покемон. Давай наборчик. Поскольку ты с легендарным покемоном, наколдуем и что-нибудь хорошее. Но начало уже не особо хорошее. Сейчас попытаюсь подзять, и у меня это успешно получается. Легендарную переворачиваю по-быстрому. И раз. Это... Морелю. Покемон грипп, который у нас уже был. Зубат. Тоже был. Сэндигаз. Тоже был. Ланторн. Тоже был. Это уже третья карта. Арканайн. Вторая карта. Но эволюция так и не сумел собрать. Мне обычно еще не выпало. Кангасхан. Экклюзивный покемон, который у меня уже был. Дев Пайдер. А тоже есть. Профессор Акукаи. Такой, заглянай. Такой помощник у меня тоже уже есть. И легендарный. Это... Гайардос GX. Это карта эволюционирующая Маджикарпа. Маджикарп довольно бесполезный покемон. Но благодаря этой эволюции, его полезность возрастает довольно высоко. Поскольку у его здоровья 240, он сможет выдержать очень много атак. Своей обычной атакой он может нанести 100 урона. Также, этой... Этой атакой он мог... При каком-либо условии он может нанести не 100, а 200. Его супер-атакой он может снять абсолютно всю энергию с покемона противника. Продолжение следует...